Здравствуйте! На портале Экзагет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем последний стих 136-го псалма. На реках Вавилонских знаменитый псалом он заканчивается таким странным призывом «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Эти стихи всегда вызывают недоумение у людей, потому что они воспринимаются как некий призыв к насилию и вообще как некое прославление того, кто отвечает злом на зло. И действительно ли псалмопевец настолько одержим жаждой мести и хочет пролития крови? И здесь нужно сделать несколько очень важных замечаний, как вообще читать священный текст для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Очень часто в храмах проповедники сразу же прибегают к духовному толкованию, к аллегорическому толкованию. И вот они говорят, что нет, в действительности здесь речь идет о наших грехах, о наших страстях. Они вот и есть как раз те самые вражеские младенцы, которые потом становятся взрослыми и опасными. И поэтому их нужно развивать о камень еще до тех пор, пока эти страсти, эти грехи в самом зачаточном состоянии. И понятно, что образ скалы или камня очень часто воспринимается как некая аллегория Христа. И действительно это все имеет право на существование. И действительно в истории церкви очень многие проповедники именно так и говорят. Но здесь хотелось бы сделать небольшое уточнение. Святые отцы никогда не начинают читать Писание с аллегорического уровня. И здесь всегда очень важно понимать, что прежде всего священный текст нужно читать буквально, в исторической перспективе, для того, чтобы увидеть его в самом изначальном, буквальном контексте, о чем идет речь. И аллегорический уровень – это всегда последующий второй уровень. Но начинать нужно с самого фундаментального, основного, с буквального прочтения. Иначе, если просто вырывать текст из своего контекста, даже из самых благих побуждений, все это похоже как на дерево, которое отсекают от его корней. Оно теряет свой смысл. Слово «блажен», конечно, это призыв. Оно означает в русском языке «вперед», «дерзай». И эти слова ужасные. Но каков же контекст и как правильно их читать? В случае Священного Писания очень часто первый исторический и буквальный контекст – это пророчества, древние пророчества. Даже когда мы читаем Евангелие, например, читаем Евангелие от Матфея, где речь идет о Рождестве, и там очень важны пророчества. Тот контекст, исходя из которого мы можем понять смысл всего происходящего. Но совсем не из того контекста, в котором мы с вами живем сегодня. И что же является этим первоначальным контекстом для этого странного призыва? В действительности здесь мы слышим некую молитву, в которой повторяются слова пророка Исаии. И это всегда нужно иметь в виду. Дело в том, что в 13 главе пророк Исаия предсказывает о том, что однажды вавилонский плен закончится, народ сможет вернуться в родную землю, и этому будет предшествовать завоевание Вавилона. Вавилонская империя падет. И в частности, в этой главе, в 16 стихе, тоже упоминается о младенцах, которые погибнут под грозным нашествием завоевателей, персов. И для народа это будет знаком освобождения. Речь идет не о каком-то призыве к насилию, как будто мы слышим эти слова, которые читает диктор на современном телевидении, например, совсем нет. Но это некое древнее пророчество, которое исполняется. И это пророчество надежды для народа настанет момент, когда ужас плена, депортации закончится, и народ сможет вернуться домой. Почему? Потому что этому предшествуют очень мучительные размышления. В тот момент, когда Иерусалим был разрушен, для верующего человека это был страшный соблазн, потому что возникает вопрос, либо Бог тебя предал и оставил на поругание, либо иностранные боги оказались сильнее, и тогда ты ошибался. Все это приводит к очень напряженным, болезненным размышлениям. И, конечно, в глубине этих размышлений, этой муки и тоски, рождается голос надежды. И поэтому, как ни странно, этот псалом – это псалом надежды. С одной стороны, это ностальгия и тоска по святой земле, но вместе с тем и предвкушение, предвосхищение будущего освобождения. Конечно, для нас легендарное величие Вавилона – это мифическое прошлое. Точно так же, как и другие империи – империя Александра Македонского, которая была не менее великой. Персидская империя, Римская империя. Все это уходит со сцены истории, и это было как будто декорации, которые меняются на сцене. Супердержавы сменяют друг друга, но самое главное остается. Остается скрытая жизнь, тайная жизнь, потому что многие иудеи останутся в Междуречии на реках двух рек. Они поселятся там окончательно, и даже когда со сцены уйдет Вавилон, Персы, Греки, Римляне, жизнь будет жительствовать, они там останутся. И вот как голос надежды, голос другого пророка Иеремии, когда только начинается Вавилонский плен и начинается депортация, пророк не говорит, что это продлится недолго, хотя исторически Вавилонский плен был очень недолгое время, но пророк Иеремия, внушая надежду, призывает народ готовиться к долгой истории и продолжать жить, потому что жизнь будет иметь свое продолжение. И поэтому стройте дома, живите в них, разводите сады, ешьте плоды, берите жен, рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали вам сыновей и дочерей, и размножайтесь там, и не умаляйтесь. То, к чему призывает пророк Иеремия. Жизнь должна продолжаться, потому что все внешние силы, политические империи, они сменяют друг друга как декорации, а самое главное – остается. И священный текст нас учит этой мудрости видеть глубину жизни и видеть то, что действительно остается и обладает какой-то совершенно другой весомостью в глазах Бога, в глазах людей, вот эта повседневная духовная жизнь. Опять же, очень важно понимать, что всякие призывы к насилию, они такие же мифические, как и то, что говорят атеисты, потому что главная задача атеистов или легкомысленных средств массовой информации просто нас шокировать, нас смутить, преподнести какие-то сенсации, вырывая из контекста, намеренно искажая чужие слова, просто чтобы шокировать. Но Священное Писание нас привызывает к мудрому отношению к жизни. Вавилонский плен можно сравнить с ужасами современной истории. Самое чудовищное, что вы можете представить из недавней истории, например, депортации целых народов, рабство, лагеря смерти, резня, геноцид. Все это мы можем видеть и в современном мире, для того чтобы понимать, насилие – это неотъемлемая часть человеческой истории. Оно продолжается и в наши дни, и не нужно быть наивным. Наш мир достаточно хрупкий, и в нем очень много насилия, и оно в любой момент может занять какое-то очень важное место в нашей жизни. И более того, как себя правильно повести? Если ты жертва, то очень легко может оказаться так, что завтра ты станешь палачом. И поэтому проливать чужую кровь в знак мести, отмщения никогда не имеет смысла. Насилие никогда не бывает праведным, его нельзя оправдать. Хотя очень часто возникает оно как ответ на другую несправедливость и насилие. Историю пишут тоже победители. Но выиграть войну – это не означает только победить силой оружия, потому что выиграть войну – это еще не гарантирует, что будет мир. Библия всегда нацелена на мир. А мир возможен только там, где восстанавливается братская любовь, восстанавливается доверие, взаимоотношения между людьми, где возникают семьи, где продолжается повседневная человеческая жизнь. Для того, чтобы такой мир установился, не помогут никакие ни оккупации, ни унижения, ни грабеж, ни эксплуатация. Опять же, не нужно быть наивным. И наш мир тоже похож на джунгли, в которых господствует сильнейший. Но последнее слово, как сказано в этом салме, всегда останется за самым обездоленным, за тем, кто ожидает избавления, спасения, новой свободы, новой жизни. И поэтому, читая Священное Писание, всегда будем иметь именно эту цель перед собой. Никогда насилие и суд не являются самоцелью в Священном Писании. Даже там, где псалмопевец призывает проклятие, призывает к отмщению, во-первых, чаще всего он передает это в руки Бога. А это означает, что сам он отказывается проливать чужую кровь. Поэтому не нужно понимать буквально. И, может быть, самый прекрасный ключ мы находим в 138-м псалме, который заканчивается тоже признанием в любви к Богу, насколько прекрасна жизнь, как прекрасен Бог, и как прекрасно жить в Его присутствии. И вдруг возникает образ людей, которые омрачают эту радость. Врагов Бога, грешников, нечестивых, которые отнимают твою радость и вызывают у тебя ненависть. И псалмопевец говорит, что я их ненавижу абсолютной ненавистью. Они мне враги. Но это он говорит перед Богом. Это означает, что он оставляет Богу право суда и последнего решения. И самые последние слова этого 38-го псалма обращены, опять же, как молитвы к Богу. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай мои помышления, и смотри, не на опасном ли я пути, и веди меня на путь вечный». На портале «Экзогет.ру» с вами был Партерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!